Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И мы будем сегодня читать 13 главу этой книги по синодальному, более привычному для нас тексту. Но будем заглядывать в Таргум Анкелоса. Таргум – это очень древний, как бы расширенный смысл изначального еврейского текста. Ни один древний комментарий, он как бы не обходился без Таргума. Наиболее авторитетный – это Таргум Анкелоса. Итак, начало 13 главы. «И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг». Поднялся. Мы помним, что когда кто-то приближается к Египту, это спустился, а выходит из Египта, поднялся, взошел. Ва-и-аль поднялся. И, кстати, в Евангелии от Матфея, когда святое семейство спускается в Египет, потом поднимается, тоже присутствуют эти семитские особенности текста. Таким образом, Египет выглядит, как некое преисподнее, куда спускаются, как Христос сходил в ад, а возвращение из Египта – это восхождение. В каждом поколении верующих людей присутствует какая-то своя доминирующая, оккультно-языческая цивилизация, такой политический, военный гегемон, который противостоит народу Божию. Это Египет, Мицраим, это и Вавилон, Бавель, и это Рим. В новозайдных текстах Рим, особенно в книге «Откровения от Богослова», называется Вавилоном. Бавель, то есть такой древнехристианский шифр. «И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг». Вот Лот оказался после всего, что было с Авраамом, то есть это как бы намек на то, что Лот неохотно покидает Египет. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, богат, по-еврейски кавет, означает буквально тяжел, тяжел, то есть перегружен. Таргуман Келоса предлагает такую конструкцию. Теперь Авраам был очень богат и скотом, и серебром, и золотом. Имеется в виду теперь, то есть после того, как они побыли в Египте, и фараон дал им всякие богатства, чтобы только они покинули эту землю, потому что язычникам неуютно жить с благочестивыми верующими людьми рядом, особенно если Бог заступается за них. «И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля». Что значит «переходы свои»? То есть он как бы возвращается в те же гостиницы, к тем же стоянкам, где был раньше. «И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем». А чему может нас научить это обстоятельство? Если мы ездим за границу на отдых, то лучше останавливаться в одних и тех же отелях, потому что здесь мы уже знаем, какое может быть отношение к нам. Не надо за границей играть в русскую рулетку и все время менять отели. Тем более, если ты путешествуешь с семьей. Здесь есть некая опасность. И поведение Авраама – это для нас урок. До места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. Авраам, кстати, все время возвращается к тем знаковым местам, где он ставил жертвенники Богу. И у Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры. «И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». То есть они были как бы перегружены этими богатствами, которые имели, они были тяжелы для этой земли. По Таргуман Келоса земли же уже не хватало на двоих, столько было у них всякого добра, что жить вместе им стало тесно. Кстати, возвращение Авраама в землю Ханаана из Египта, поведение Лота очень странное. Лота все время тянет на юг, то есть назад в Египет. Он как бы колеблется между Ханааном и Египтом, и когда он будет делать выбор в пользу земли Содома и Гамора, то, что воспоминание о Египте будет чем-то решающим в его случае. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и Хананей и Фаризеи жили тогда в той земле». Во-первых, что это мог быть за спор? Пастухи Лота могли требовать от пастухов Авраама особого отношения к себе. Почему? А потому что Лот – наследник Авраама. Жена тогда не наследовала мужа. Наследовал мужчина, ближайший родственник, а это племянник Авраама Лот. И пастухи Авраама, они, точнее, пастухи Лота, они могли говорить пастухам Авраама, «Вы должны нам подчиняться, потому что скоро ваш пожилой господин умрет, и Лот будет управлять всем». А так как мы изначально с Лотом можем иметь преимущество перед вами. И, в принципе, Лот мог бы стать преемником Авраама. Он родственник Авраама. По преданию, он сын мученика, который был сожжен язычниками. Но его качества были не такие. Он все время колеблется между землей Ханаана и Египтом. А потом это колебание приведет его в Содом и Гоморру, где он поселится со своим семейством. Живя с Авраамом, он наслаждается благословениями Божьими, которые посылаются Аврааму. Он как бы уравнялся с Авраамом в этих благословениях. И Авраам тяжел своим богатством и имуществом, и Лот тяжел своим богатством и имуществом. А вот эта фраза, вторая половина седьмого стиха, «И Хананэ и Фаризей жили тогда в той земле». А мы и так знаем, что Хананэ и Фаризей жили тогда в той земле. Об этом мы читали ранее. А почему здесь об этом говорится? Когда мы верующие православные грыземся друг с другом в интернете, поносим друг друга, мы должны помнить, что в наше время есть свои Хананэи и Фаризеи, которые одинаково плохо относятся к нам. И когда мы позволяем себе грызться друг с другом, это совершенно недопустимо. Особенно в той ситуации, в которой мы существуем. И вот Авраам это понимает. Потому что если царство разделится само в себе, оно не устоит, как сказал Христос. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою». А мы не видим раздора между Авраамом и Лотом. Авраам поясняет. «И между пастухами моими, пастухами твоими, ибо мы родственники». То есть раздор между пастухами неизбежно обернется раздором между господами этих пастухов. И Авраам предлагает помнить, ибо мы родственники. А вот мы, православные христиане, всегда должны помнить, что мы братья и сестры по вере. А мы-то иногда забываем. Далее Авраам говорит, «Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево». Посмотрим, как интерпретирует этот текст Таргуман Келлоса. «И Авраам сказал Лоту, давай сделаем так, чтобы не было раздоров между нами, между твоими и моими пастухами, ведь мы с тобой родня. Вся земля перед тобою. Давай разойдемся. Если ты на север, то я на юг. Если ты на юг, я на север». Теперь Лот стоит перед дилеммой. Он может остаться с дядей. Он может отделиться от дяди направо или налево, по Анкеллосу на север или на юг. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. Молодые люди всегда тяготеют к самостоятельности. И вот Лот делает свой выбор. Есть некоторые страны, которые находятся между Евросоюзом и Россией. Они тоже делают свой выбор, куда интегрироваться, куда пойти. Или продолжать домостроительство идеалов Святой Руси, или избрать для себя что-то другое. Анкеллос предлагает такую конструкцию. Лот увидел, что Иорданская долина вся вплоть до самого Цуара орошена водою, словно сад Господен, то есть как рай, в земле египетской, это было еще до того, как Господь уничтожил Содом и Гоморру. А как это понять? Как сад Господен, как земля египетская? А разве было какое-то сходство между раем и землей египетской? Да. Это был не тот Египет, который захвачен арабами. Египтяне Мицраим имели систему орошения земель Египта. Там не было этих пустыней. Это когда арабы вошли в земли Египта, завладели ими, они перестали обеспечивать эти каналы известные египетские тем, что их надо очищать, чтобы вода вовремя по ним поступала, особенно при разливе Нила, и там все сейчас в беспорядочном состоянии. А при настоящих хозяев этой земли, египтянах, там действительно вот эта система орошения с помощью каналов, когда Нил разливался, там пышная была растительность. Кстати, египетское население, оно сохраняется в современном Египте. Это копты, копты. Копты — это египтяне, которые приняли христианство. И даже когда арабы, мусульмане вторглись в Египет, они не смогли коптов, подлинных египтян, переделать в мусульман. И те сохраняются даже со своими какими-то этническими особенностями. Вот они настоящие египтяне. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Лот избрал Содом и Гамору. Теперь он будет интегрироваться в Содом и Гамору. Авраам с его патриархальными предрассудками, как может считать Лот, его не устраивает. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. То есть, смотрите, позже мы увидим, что он живет уже в Содоме, а он так скромно интегрируется в общество Содома. Он шатры раскинул до Содома. Он еще богат. И похоже, за то, чтобы стать гражданином Содома и Гаморры, этой конфедерации, он потратит деньги, он будет жить уже в Содоме, когда Господь будет уничтожать эти два нечестивых города. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Что значит злы? Они грешили друг против друга. А что значит весьма грешны пред Господом? Идолопоклонники. То есть есть грехи человека против другого человека и есть грехи человека против Господа. То есть они были злы, весьма грешны пред Господом, злы по отношению к людям, грешны пред Господом, язычники. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, стоп, Бог начинает беседовать с Авраамом, когда Лот отделился от него, когда вражда прекратилась между Авраамом и Лотом, да точнее между пастухами Авраама, пастухами Лота, но любая вражда среди верующих, она препятствует их общению с Богом. Поэтому никогда не надо вступать в конфликт с единокровными и с единоверными, даже если мы считаем, что мы абсолютно правы. Такие милитаристские настроения, они навлекут проклятие на нас и молчание небес. А здесь Господь начинает беседовать с Авраамом после того, как Лот отделился от него, то есть конфликт был улажен. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу и к востоку и к западу». Что значит «к северу»? Именно так распространялся монотеизм, начатый Авраамом Исааком Яковым. «К северу»? К северу это первое направление, к югу это второе направление, к востоку третье и четвертое к западу. И христианство распространялось точно так же к северу, служение апостолов в Риме, к югу служение апостолов в Египте, в Эфиопии, к востоку это служение апостолов по отношению к Индии, там служение апостолов Амы, например, и последнее к западу. «Ибо всю землю, говорит Господь, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Возможный перевод «всю эту землю, которую ты видишь, я навеки отдам тебе и твоим потомкам». А кто потомки Авраама? У него же никого нету, Лот отделился от него. Потомки Авраама это даже не Исаак и Яков. Потомство Авраама это люди, которые верят, как Авраам. Поэтому в Новом Завете говорится, что христиане подлинные дети Авраама. Авраам верил в грядущего Христа, Мессию, об этом мы увидим далее. А христиане верят в него, как в уже пришедшего. По отношению к нам он не грядущий, он уже воплотившийся на земле. И далее мы читаем «И сделаю потомство твое как песок земной, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Давайте посмотрим интерпретации по Таргуму. «Я сделаю твое потомство многочисленным, словно земная пыль, как невозможно человеку счесть на земле песчинок, так не счесть и твоих потомков». В других случаях Бог говорит «Потомство твое будет как звезды на небе». Но согласитесь, друзья, есть разница между песком морским, который попирается ногами, и звездами. И вот эта двойственность, это двойственность потомков Авраама по плоти, которые действительно оказались как бы песком морским, и все народы их попирали, и духовным потомством, как звезды на небе. И это та реальность, через которую Господь говорит, и обращаясь к нам, к верующим, если вы будете верны такому человеку, как Авраам, Исаак, Иаков, так же ревностно веровать в Бога, вы будете как звезды на небе, а если вы не будете так же ревностно веровать в Бога, вы будете попираемы язычниками, как песок морской, как прах земной. встань, пройди по земле сей, внимание, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. А с чем это связано? Встань, пройди, ибо я дам тебе ее. На самом деле у евреев это имело огромное значение. Вот есть такой вмишний трактат кодушим и там говорится, что если человек купил какую-то вещь, он даже заплатил деньги, но он ее не забрал с прилавка и не пронес какое-то время, хозяин может забрать ее себе. А деньги считают, что вы их ему подарили. Или вы купили землю и не прошли по этой земле, хозяин заберет деньги и скажет, это не ваша земля. Вы не вступили в право обладания над этой землей. И Авраам должен будет ходить в долготу и в широту. Крестообразную форму мы видим с севера на юг, с востока на запад он должен ходить в форме креста, намаливая эту землю. «И двинул Авраам шатер и пошел и поселился в Дубраве, у Дубравы Мамры, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Здесь мы видим, что в каждом случае, если он меняет стоянку, он создает жертвенник Богу. И когда я был в Париже, это было в 90-х годах, я там общался с представителями русской эмиграции, они мне рассказывали, где бы не появлялись русские люди в рассеянии после гражданской войны, первое, что они строили, это молитвенные дома и храмы. Известное трехсветительское подворье в Париже, это был гараж, который выкупили эмигранты и переделали в храм, потому что действительно, без Бога не до порога. И Авраам, который созидает жертвенники, это Авраам, человек Божий, который намаливает землю, посвящая ее среди тьмы изычества и идолопоклонства единому Богу.